Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктории Шары. Сегодня в выпуске. 7,5 миллиардов рублей на строительство новых больниц и поликлиник. 5 миллиардов на дороге. Губернатор Дмитрий Азаров обратился с ежегодным посланием к жителям региона. Что ожидает Самарская область в ближайшее время и какие задачи в перспективе. В городе продолжаются гидравлические испытания теплосетей. Как долго они продлятся? В России утвердили новый норматив стоимости квадратного метра жилья. Об этом подробнее в новостях экономики. Выпускники самарских школ получат по 10 тысяч рублей от правительства области. А на содержание региональных дорог направят еще 5 миллиардов рублей. С такими заявлениями выступил сегодня, 18 мая, губернатор Дмитрий Азаров во время ежегодного послания к депутатам Губернской думы. О ключевых темах, обозначенных главой региона, репортаж Ольги Павловой. Свою приветственную речь Дмитрий Азаров начинает с благодарности медикам, работающим на передовой. Коррективы пандемии внесла не только в жизненный уклад врачей и жителей региона, но и частично сказалась на экономическом развитии области. Сейчас губерния постепенно выходит из прошлогоднего кризиса и укрепляет позиции. В регионе уже подготовлена пилотная программа комплексной модернизации первичного звена регионального здравоохранения. Она необходима для решения существующих проблем, оказания первичной медицинской помощи. Уже в ближайшие три года на ее финансирование планируют выделить 7,5 миллиардов рублей. Программа включает в себя строительство, реконструкцию медучреждений, оснащение их оборудованием, обновление транспортного парка, укомплектование кадрами. В ближайшие два года запланировано строительство поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе Самары и реконструкция поликлиники Нефтегорской ЦРБ. Приблизительно по такой же схеме планируют работать лечебные учреждения в Волжском районе и Кенеле. Их строительство начнется уже в этом году и, безусловно, приятным долгожданным бонусом стала особенная, важная и своевременная мера поддержки для медиков и работников образования, компенсация расходов, процентной ставки ипотечного кредитования. Для многих семей непреодолимым препятствием является необходимость внесения первоначального взноса в размере 10% от суммы кредита. Коллеги, для решения проблемы предлагаю предусмотреть в бюджете Самарской области частичную компенсацию на первоначальный взнос для педагогов и медработников. В связующем звеном в цепочке важных для Самарской области моментов стало и развитие туристического кластера региона. По предложению губернатора, оборот от регионального туризма в ближайшие три года должен достичь 20 миллиардов рублей. А центром притяжения туристов со всей России необходимо сделать Ширяево. Что же касается столицы региона Самары, глобальные изменения ждут городскую набережную. Проработает давно назревший вопрос о строительстве эстакады, соединяющей старую и новую набережные от Вилоновского спуска до Маяковского. Нам нужно соединить набережные, чтобы они были непрерывные в Самаре. Обратился губернатор и к выпускникам школ Самарской области. В этом году их ждет приятный сюрприз. В целях стимулирования, подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тысяч рублей всем выпускникам школ, средних специальных учебных заведений, которые в этом году поступят в ВУЗы и СУЗы Самарской области. Особое внимание будет уделено модернизации и ремонту дорог. На эти цели в регион направят 5 миллиардов рублей, из которых более 2 миллиардов освоят на территории столицы региона. Кроме того, к концу десятилетия Самарская область должна выйти на новый уровень строительства, ежегодно наращивая объемы по увеличению квадратных метров, не менее 3 миллионов в год. Здесь особенно важно обратить внимание на исторический центр города, отметил губернатор, и сохранить его составляющую. Внимание должно быть уделено историческому центру Самары. Елена Владимировна Лапушкина, я надеюсь на ваше бережное отношение к этому родному для всех нас месту, которое является достоянием нашей губернии, всей губернии. К 2024 году в регионе из ветхого и аварийного жилья планируют переселить почти 20 тысяч человек. Также на 2021 год запланированы субсидии в размере 1 миллиард рублей для ремонта внутриквартальных территорий и проездов к домам. Помимо этого в губернии планируют открыть еще три центра «Мой бизнес» и вплотную заняться экологическими проектами. Сразу в восьми районах Самарской области в рамках государственной программы восстановления Волжского бассейна будут открыты очистные сооружения. Их ввод в эксплуатацию позволит исключить сбросу в Волгу почти 19 миллионов тонн отходов и капитально очистить реку от загрязнений. Ольга Павловна, Василий Калдашов, События. Глава Самары Елена Лапушкина, а также председатель областного парламента Геннадий Котельников, члены общественной палаты и работники сферы здравоохранения отметили ключевые моменты послания губернатора. С лидерами общественного мнения поговорила мэрия Елчан. Глава Самары Елена Лапушкина отметила важность решения Дмитрия Азарова об объединении старой и новой набережных. Она подчеркнула, что в этом вопросе город не будет стоять в стороне. Планируется строительство эстакады, соединяющей территории от Вилоновского спуска до Маяковского. У нас есть уже наработки. Мы уже встречались со всеми руководителями, которые находятся на этом промежутке и готовы очень активно участвовать в проектировании этой территории, потому что мы понимаем, что это будет повышение туристической привлекательности. Председатель губернской думы, председатель совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников отметил решение о материальной поддержке выпускников школ. По его мнению, это поможет удержать успешные кадры и молодежь в родном регионе. Это очень серьезно, очень привлекательно. И я думаю, что искать чего-то, кроме тех людей, которые там, ну вокал, ну театрал, ну еще что-то. Вся старая специальность у нас есть. Все есть. Куда-то ехать, что-то искать, наверное, не надо. Может быть, бакалуриат здесь закончить, а потом делать следующий шаг куда-то поехать. Особое внимание во время своего уступления губернатор уделил модернизации сферы здравоохранения, борьбе с коронавирусной инфекцией и вакцинацией. Это одни из важнейших тем, которые волнуют жителей. Прозвучали масштабные проекты, уже состоявшиеся в сфере здравоохранения. И это и четыре амбулаторных центра онкологической помощи, и 55 фершко-акушетских пунктов, которые играют колоссальную роль в повышении доступности медицинской помощи. И еще более амбициозные планы дальнейшие в рамках программы модернизации, которые также прозвучали, очень серьезные цифры и с строительством поликлиник, и с ремонтом, и с закупкой тяжелого оборудования. Забота о здравоохранении – это очень актуальная тема. Она не конъюнктурная совершенно, она диктуется теми обстоятельствами, которые мы имеем на данный момент, начиная с прошлого года. И поэтому многие идеи, которые изложены в послании, они рассчитаны на эффективное противодействие заражению коронавирусом и, возможно, другими инфекциями. Мэри Илчан, Николай Епифанов, Василий Колдашов. События. Повышение качества и доступности медицинских услуг – это те вопросы, которые больше всего волнуют жителей региона, отметил в своем послании Дмитрий Азаров. Сегодня в регионе, благодаря нацпроекту здравоохранения, реализуется новый подход, ориентированный на каждого жителя губернии. Его будут применять в новом региональном центре компетенций, который открылся на базе Самарского областного кардиологического диспансера. Как в регионе будет организованное лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, расскажем в следующем сюжете. Телемедицинские консультации, анализ кардиограммы пациента, оценка правильности диагностики и схемы лечения. На базе Самарского областного кардиодиспансера открылся региональный центр компетенций. Именно сюда будет стекаться вся информация о пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чтобы оперативно и правильно оказывать им помощь на любом этапе лечения. В этом центре пациенты будут наблюдаться, которые находятся не в кардиоцентре, а во всех других больницах Самарской области. Но они там находятся именно по причинам сердечно-сосудистых заболеваний. И если, не дай бог, такой пациент попадает на какую-то интенсивную терапию, то мы будем сопровождать его введение. А в случае необходимости он будет транспортирован сюда, в кардиодиспансер. Ну и вторая, это уже глобальная такая задача, то есть мы должны выстроить со временем такую систему, когда любой пациент, который имеет сердечно-сосудистые заболевания, мы знаем о нем все. Принципы действия системы оценил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Решения должны приниматься быстро и должны здесь они. Здесь центр принятия решений, в том числе вот. И об этом я с самого начала как раз и сказал. В единой медицинской системе будут аккумулироваться все сведения о пациенте-сердечнике, вне зависимости от того, обратился ли он в поликлинику или был госпитализирован в больницу через скорую помощь. Участковые врачи по месту жительства будут получать информацию, когда человек выпишется, чтобы провести его осмотр и выдать льготные лекарства. Это новый подход пациента-ориентированное здравоохранение, а также контроль качества медицинской помощи. Это поддержка принятия решений, то есть повышение компетенции, чтобы вне зависимости от того, на какой бы уровень пациент не попал, был кто-то, кто может всегда проконсультировать и проверить некий контроль качества. Правильно ли определена программа диагностики лечения на догоспитальном этапе, на этапе скорой помощи, на этапе центральной районной больницы или на этапе специализированного стационара. В дежурной бригаде центра компетенции будет специалист-кардиолог и методист, который будет вести учет и историю болезни пациента. Также именно в этом центре должны определять маршрутизацию, куда лучше отвезти больного, где есть нехватка лекарств и так далее. Информация сразу же будет поступать в региональный Минздрав, чтобы оперативно решить проблемы. Центр компетенции создан в рамках национального проекта здравоохранения, инициированного президентом Владимиром Путиным. Задачу обеспечить системную и комплексную работу по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний и снижению смертности от этих болезней, ранее поставил глава региона Дмитрий Азаров. Это направление работы заложено в основу стратегии лидерства, которая была разработана по инициативе губернатора при участии жителей всех городов и районов региона. Светлана Кудрявцева, События. Впереди вас ждут новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В России утвердили новую стоимость жилья, где можно приобрести самую недорогую недвижимость, а где жить дороже всего. Действительно, для второго полугодия утвердили новый норматив, но сначала о новых методах измерения инфляции. В России хотят включить расходы на содержание жилой недвижимости в расчет индекса потребительских цен, который является одним из основных инструментов измерения инфляции. При этом траты на жилье будут учитываться не напрямую, а в виде вмененной ренты стоимости услуг на содержание недвижимости владельцами. То есть, непосредственно цена на недвижимость не будет влиять на показатель, подсчитываться будут именно расходы на ремонт жилья или страховку. В Росстате уже подтвердили, что в ближайшее время собираются изучить вопрос об использовании такого механизма для расчета инфляции. Пока индекс потребительских цен рассчитывается на основе стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков. В него также включают затраты на жилищно-коммунальные услуги. Тем временем в стране изменяют норматив стоимости квадратного метра жилья. Со второго полугодия цена за квадрат будет 55 720 рублей. Это на 13% выше, чем в начале года. Минстрой определил также показатели средней рыночной стоимости жилья для отдельных регионов страны на третий квартал 2021 года. Максимальная стоимость жилой недвижимости утверждена для Москвы – 128 645 рублей за квадратный метр. Наименьшие значения вводятся для Кабардино-Балкарии – 32 800 рублей за квадрат, и Дагестана – 32 540 рублей. Нормативы стоимости жилья регулярно пересматриваются, чтобы рассчитывать размер социальных выплат гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Минэкономразвитие планирует потратить 418 миллиардов рублей на развитие электротранспорта в России. Программа поддержки электромобилей включает в себя установку 20 тысяч зарядных станций к 2024 году и 150 тысяч к 2030. Инфраструктура будет создаваться из расчета минимум одна станция на 10 электромобилей в городах или на 100 километров для трасс федерального уровня. Предлагается также установить нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг для электротранспорта. Официальный курс доллара на 19 мая – 73 рубля и 70 копеек, американская валюта потеряла 15 копеек. Евро – 89 рублей 91 копейка, европейская валюта выросла на 25 копеек. Нефть марки Brent – 69 долларов и 88 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарской области зарегистрировали 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе – 63 526 человек. Такие данные опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За сутки выздоровели 105 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписались 60 642 пациента. Сотрудники транспортной сферы Самара активно проходят вакцинацию от коронавируса. Иммунизация коллектива трамвайно-троллейбусного управления проходит без отрыва от производственного процесса. При содействии 4-й городской больницы организован мобильный прививочный кабинет. Это уже четвертый выезд медработников в депо. Гульфия Асафина продолжит тему. Илья Сачук – студент политехнического университета. Учится на инженера энергетика на заочном отделении и параллельно работает кондуктором в трамвае. Узнав о том, что в депо уже в четвертый раз открылся мобильный кабинет вакцинации, решил воспользоваться случаем. Алгоритм тот же, что и в поликлинике. Сначала осмотр у терапевта, и вот он, первый компонент с заветными антителами от COVID-19. Конечно, по сути, выбор каждого, но здравый смысл подсказывает, что прививку сделать никому не помешает, особенно учитывая специфику нашей работы и большого количества людей, с которыми мы общаемся. Вакцинацию проходят не только работники подвижных составов, но и те, кто трудится в административном блоке. В их числе начальник маршрутов Елена Немцева. Признается, это очень удобно. Оторвалась от дел буквально на несколько минут и снова в строю. Удобно, хорошо. На обед я пришла. Сказали, не есть жареного, ничего острого. Первые три дня. И вот эта выездная вакцинация у нас уже четвертая по счету. Планируют еще в конце недели, в пятницу должна быть тоже еще одна материнная вакцинация. Но это удобно для наших работников, тем, что не нужно отходить от производства далеко. Кто уже поработал, вышел, сделал вакцинацию и все. Привиты уже более 400 человек. Я сделал, например, сам вакцинацию, у меня не было никаких симптомов. Я абсолютно спокойно перенес вакцинацию. Оба компонента. Сотрудникам необходимо изъявить намерение привиться заранее. И, исходя из списка желающих, больница рассчитывает количество вакцин, которые им необходимо привезти. Прививка добровольная. Далее бригады медработников направляются в депо. В этот вторник получили иммунитет от коронавируса 42 работника предприятия, трамвайно-троллейбусное управление. Гульфия Сафина, Константин Головин. События. Новый прививочный пункт открылся в одном из торговых центров Тольятти. Получить первый или второй компонент вакцины просто. При себе нужно иметь только паспорт и страховой полис. Подробнее о процедуре расскажет Михаил Ермоленко. Сделать прививку легче, чем купить новую пару обуви, рассказывает жительница Тольятти Екатерина. Придя в торговый центр «Автограда», девушка планировала обновить гардероб к летнему сезону. Но, увидев открытый пункт вакцинации на одном из этажей комплекса, сразу же вспомнила и о грядущем отпуске. Имея на руках справку о вакцинации с выездом на отдых, проблем не будет, решила Екатерина и обратилась к врачу, чтобы получить первый компонент вакцины против коронавируса. Увидела стенд, что здесь проходит вакцинация, давно хотела и решила зайти, посмотреть, что как здесь происходит, все обстоит. Так как очереди не было, решила сразу же сделать. Я планирую ехать в отпуск и, чтобы все-таки чувствовать себя в безопасности, решила сделать прививку. Пункт вакцинации в одном из торговых центров Тольятти работает уже несколько дней. И за это время желающих получить прививку от коронавируса все больше. Энтузиазм у посетителей торгового комплекса возник из-за простоты получения лекарства. Паспорт и СНИЛС – все, что нужно, чтобы пройти вакцинацию. Так, смотрите, сейчас я укалю вас внутри мышечного, открывается лекарство. Мышца в дельтровине находится в инъекции. Вместо инъекции может немного повалить, не пугайтесь, может быть ничем не нужна, никаких компрессоров. Все пройдет. Перед процедурой желающий заполнять согласие и анкету о своем состоянии. После чего врач-терапевт измерит температуру, сатурацию, давление, проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний даст допуск на постановку вакцины. После прививки пациенту обязательно выдадут справку с датой вакцинации, а также с наименованием серии и номером вакцины. Данные пункты открываются для большей доступности населения. Люди не всегда хотят обращаться в поликлинику. Возможно, из-за боязни где-то, может быть, заразиться или из-за количества обращающихся туда людей, стоять в очереди. Здесь как бы свободно, вы можете в любой момент зайти, получить свою вакцину и идти дальше по своим делам. Привиться от коронавируса в одном из тольяттинских торговых центров всежелающие старше 18 лет могут ежедневно с 11 часов утра до 8 вечера. Как отмечают врачи, получить можно не только первый компонент вакцины, но и второй. Правда, перед этим стоит убедиться, прошло ли необходимое количество времени с момента первого укола. Также медики напоминают, что соблюдать социальную дистанцию и масочный режим нужно даже привившимся людям. Это тоже меры профилактики, которые помогут уберечься от инфекции. Михаил Ермоленко, События. В Самаре продолжаются гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к будущему отопительному сезону. Они будут идти до августа. Об этом на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства рассказал первый вице-мэр Владимир Василенко. В этом году запланирована перекладка теплотрасс на 52 объектах. Заменит рекордное количество труб свыше 65 километров. Возможность привлечь дополнительные средства появилась в связи с переходом в прошлом году в единую ценовую зону теплоснабжения. И Самара стала первым городом-миллионником, в котором внедряется современная модель, так называемая альткотельная. На сегодняшний день семь участков теплотрасс уже в работе. К пяти, которые были взяты в перекладку в первоочередном порядке, добавились объекты по улице Мяге и в районе улиц Печорской Авроры. 20 мая пройдет выездной штаб. На месте будет дана компетентная оценка относительно темпов и качества работ там, где они уже ведутся. Усложняют работу несанкционированные постройки на теплотрассах. Такая ситуация сложилась в районе рынка на пересечении Ташкентской и Старозагора. Владимир Василенко поручил навести там порядок. В Зимянской БТЦ и часть Самарской, поэтому в данной ситуации у нас есть сегодня одно повреждение, которое находится на улице Ташкентской от Старозагора. Мною поставлена задача, чтобы убрать все несанкционированные торговли, чтобы устранить повреждения. Тогда у нас здесь полностью, в полном объеме, 15 микрорайон, будет с горячей водой. И у нас есть отключение, которое по центру. Это касается улицы Красноармейской. Здесь тоже большое отключение практически. У нас вот здесь пойдет по линии, где Алексей Толстого, Максима Горького. И начиная от Куйбышева сюда вниз от Красноармейской и доходим туда до Венцик. Здесь оно само по себе сложное. Работы будут проводиться до 24 мая. Кроме того, на совещании профильным предприятиям и управляющим организациям поручено активизировать покос сорной и аллергенной травы. Помимо этого, на всех видовых маршрутов сухие деревья должны быть убраны до 30 мая. Среди значимых для осетинского народа дат есть особый праздник – День осетинского языка. Он приурочен к выходу книги «Касты Хитогорова. Осетинская лира». Поэтический сборник вышел в свет в мае 1899 года во Владикавказе. Это стало великим событием в истории культуры. Как потомки чтят память великого осетинского поэта, увидела Елена Чернявская. Национально-культурный центр «Алания» пригласил всех, кому интересна и дорога осетинская культура на ежегодный праздник в честь Дня осетинского языка и литературы. Он отмечается в Самаре уже около 20 лет. Для нас, проживающие в осетин, проживающие в городе Самара и в области, огромнейшая ответственность, чтобы наши поколения, наши дети, внуки, правнуки, дети все не забывали, откуда они, свои корни, язык, культуру, обичай. Сохранение национального богатства, передача опыта народных традиций, включая языковые, подрастающему поколению, является приоритетными задачами праздника Дня осетинского языка и литературы. И, конечно, ни один осетинский праздник не обходится без национальных танцев. Ребенок восхищен. На самом деле, каждый раз мы едем, у него улыбка на лице. «Мама, когда же осетинские танцы? Когда же лизгинка?» И вот, в общем, с удовольствием ребенок на самом деле ходит. И очень надеюсь, что все будет продолжаться и выйдем на большую сцену. Ежегодно этот день объединяет осетин разных поколений и старейшин, и совсем юных, только осваивающих азы родного языка. Для них этот праздник – еще один повод насладиться звучанием и произношением родной речи, продемонстрировать детям и взрослым красоту, богатство и уникальность родного языка. Именно в это время формируется гармония между людьми всех социальных групп, профессий, возрастов, национальностей. Дети и подростки впитывают национальную культуру, ее красоту. Взрослые люди вспоминают свое детство и юность родителей, стариков, их песни, традиции, обычаи – дух нации, язык. Этот день для нас очень важный, потому что когда язык исчезнет, исчезает народ. И мы никогда этого не допустим, и всегда будем проводить эти праздники и учиться родному языку, где бы мы ни проживали, потому что знать свой родной язык – это на первом месте должно быть. Знать много языков – это очень хорошо, но в первую очередь нужно знать свой родной язык. В этом году праздник приурочен и еще к одной знаменательной дате – 170-летию Самарской губернии. История нашей области богата яркими событиями и выдающимися достижениями, в том числе главной ценности Волжского края – традиции единения разных народов, веками живущих на этой земле в мире и дружбе. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!